Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Рада вас всех видеть. Многие лица уже знакомы, поскольку наш круг действительно довольно узкий. Очень приятно, что я сегодня в такой чудесной мужской компании. Пытаюсь ее не испортить своими клиническими примерами. На самом деле, пока загружает мою презентацию, в онкологическом центре в трех отделениях, которые занимаются лечением рака анального канала, опыт накоплен довольно большой. В год порядка 50 человек с данной нозологией проходят. Я когда готовила клинические примеры, Михаил Юрьевич мне сказал что-нибудь попроще, но я его уговорила, что нет, что не надо попроще. То есть мы попробуем с вами рассмотреть классическую схему химиолучевой терапии, но не на самом классическом примере. Я попробую этим показать, что даже в нестандартной ситуации стандарт остается стандартом. Мультидисциплинарный подход решает все, и для обсуждения нам все-таки надо непосредственно работать в тесной связке с друг с другом и с хирургами тоже. Хотя я категорически отрицаю, что рака анального канала это не хирургическая нозология, и что хирургам надо целиком и полностью отдать эту нозологию нам лучевым терапевтам. Но тем не менее, любое обсуждение каждого пациента должно проходить в мультидисциплинарной команде. Скорее всего, кто-то из вас этот пример уже видел, но я не могу от него отказаться, потому что он слишком яркий, чтобы о нем не говорить. Пациент 68-го года рождения, men who have sex with men, 46 лет, активный, работоспособный, ЭКОК 0, индекс Корновского 100, особо никаких хронических заболеваний. В течение нескольких месяцев беспокоят боли в области заднего прохода, и есть некоторое повышение температуры тела по вечерам до 38. И, конечно, есть примесь крови в кали. Классические симптомы. При обследовании выявляется при обследовании перектум классическая бугристая опухоль до 3 см в диаметре, на уровне зубчатой линии. Взят мазок на ВПЧ-инфекцию, которую мы чаще определяем методом ПЦР путем взятия мазка. При эректароманоскопии определяются две опухоли. То есть классическая опухоль в максимальной части анального канала, 2,5 см максимальный диаметр, с которым берется биопсия, а также на высоте 10 см от края анального канала выявляется синхронная опухоль, занимающая 1 треть полуокружности до 3 см в диаметре. Оттуда тоже выполняется биопсия для выполнения гистологического исследования. В колоноскопии данные соответствуют ректароманоскопии, никаких новых данных. Выполнено стандартное обследование данных за отдаленные метастазы нет. СЦ1, ВПЧ-статус путем определения ПЦР-реакции положительный. Те же данные подтверждаются, не буду на этом останавливаться, по трансректальному утрозуковому исследованию. И, собственно, МРТ малого таза, которое подтверждает все наши находки. Значит, что у нас есть две опухоли. Первая – МРТ стадия Т3-Т4А, но увеличенные лимфоузлы не визуализируются. И проксимальная опухоль также довольно подробно описана. И вот, собственно, МРТ второй опухоли. Опухоль в анальном канале классическая, ее здесь тоже очень хорошо видно по данным МРТ. А также визуализируется большая паратуморозная киста, порядка 9 см, с тонкими стенками. И приходит биопсия. Пока у нас проходило обследование, и мы получаем, что обе эти опухоли имеют строение плоскоклеточного рака. И, собственно, следующий вопрос. Что нам делать? Сейчас немножко вернемся. Как поставить диагноз данному пациенту? Поскольку у нас сегодня нет задачи пообсуждать это с вами, диагноз выставляется так. Вот эта вторая опухоль – это крупный параректальный лимфатический узел, который пророс в стенку кишки из параректальной клетчатки и осложнился образованием крупной паратуморозной кисты. Поэтому у этого пациента это не синхронный рак, это классический рак анального канала Т3Н1 с единичным поражением параректального лимфатического узла. Ну, собственно, диагноз – хорошо, что мы его поставили, хотя у нас и вопросы по поводу диагноза сначала были. Но что же делать с этим пациентом дальше? Начать ли с хирургического лечения? Ну, как мы знаем, что ни к чему хорошему это не приводит, и мы бы получили высокий риск рецидивов. Проводить лучевую терапию на такую паратуморозную кисту тоже очень не хотелось. И, насколько вы понимаете, мы помним, что мужчине 46 лет, и это закончилось бы брюшно-промежностной экстерпацией прямой кишки и даже, вполне возможно, что с резекцией копчика. Начать с хирургического лечения, химио-лучевую терапию. Были большие опасения, что в процессе лечения киста может лопнуть, и мы могли получить диссеминацию процесса. Или, собственно, был еще вариант, хирурги предлагали спунктировать паратуморозную кисту через кишку. И, собственно, ну, однако тоже была все-таки вероятность того вскрытия этой кисты и диссеминации процесса. Ну, вот была у нас такая идея, и начать химио-лучевую терапию. Но мы боялись, что все равно после пункции у нас может закончиться брюшно-промежностной экстерпацией. Поэтому от этого варианта пришлось отказаться. Начать с консервативного лечения. Ну как, на сегодняшний день, конечно, однозначно понятно, что неоадевантная химиотерапия перед началом лучевой терапии не имеет никаких преимуществ. И мы уже от этого отказались, и так не делаем. Но поскольку для нас это была очень нестандартная ситуация, и мы очень долго не понимали, что же с нашим пациентом делать, и чтобы не терять время, мы все-таки начали неоадевантную химиотерапию по классической схеме, цисплатин с капицитабином. И, собственно, после двух курсов, ну это еще раз, собственно, надо нам это делать или не надо, это слайд о том, что индукционная химиотерапия нам все-таки не нужна, но мы ее все-таки провели. И мы увидели совершенно потрясающий эффект, после двух курсов, мы практически получили полный ответ. Вот так вот. То есть не пара туморозной кисты, более того, по данным МРТ, обе, ну, парыектальные лимфатические узелы первичной опухоль перестали визуализироваться. Мы еще провели два курса неоадеванта и уже приступили к классической схеме химиолучевой терапии. Соответственно, на первом этапе мы провели дистанционную лучевую терапию на малый таз и региональные лимфатические узлы в режиме стандартного фракционированной разовой дозы 1,8 Грей. На сегодняшний день в онкологическом центре все пациенты с данной нозологией лечатся в режиме интенсивно модулированной терапии. Чаще всего это с использованием полуарок, вимата или рапидарка в нашем случае на ускорителях Вариан. Ни один пациент даже не лечится, не применяем комфортную лучевую терапию. Было проведено 25 фракций до 45 Грей. И, собственно, вот так выглядят наши стандартные, безумно красивые картинки АМРТ. Объем лучевой терапии, объем получился довольно большой. И второй этап начат сразу же после окончания первого этапа, то есть во вторник закончился первый этап, в среду начался второй этап. Ваши пациенты не должны чувствовать смену этапов лучевой терапии, об этом должны знать только вы. Для вашего пациента это должен быть единый блок химио-лучевой терапии, который единожды должен начаться и должен закончиться без перерывов. Перерывы должны, я хочу на этом сакцентировать внимание, мне кажется, это очень важно для региона, потому что эти ошибки мы наблюдаем чаще всего, что делают большой перерыв после 45 Грей, и лишь потом, и, к сожалению, трагедия ситуации в Российской Федерации заключается в том, что до сих пор на консультацию приезжают пациенты, которых хирурги хватают на 45 Греях, смотрят на кресле, говорят, что лучевая терапия была неэффективной, что вас надо оперировать. Пожалуйста, хирурги, не смотрите этих пациентов в процессе лучевой терапии. Только после того, когда радиотерапевт подвел свои запланированные 59,4 Грея, только через полгода после этого, если у пациента не возникло осложнение, только потом принимайте решение, нужно ли его оперировать или нет. Мне кажется, на сегодняшний день это наша самая большая проблема. И, собственно, на втором этапе, сразу же, значит, второй этап, и подведена доза до 59,4 Грей. На сегодняшний день пациент находится под постоянным наблюдением. Пациент раз в три месяца, учитывая нестандартность ситуации, выполняет МРТ-исследование. На сегодняшний день прослеженность составляет 16 месяцев. Данных за местный рецидив отдаленной метастазы нет. У него полностью сохранено качество жизни, функция сфинктера сохранена, и на сегодняшний день особо никаких жалоб нет. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...